Заслоняемся от солнца. Еще немножко о переходах. Такая потрясающая тема, вообще много, столько лет. Нам известно всем, что, надеюсь, что четвертая книга, которую мы заканчиваем, книга Бемидбар, повествует о нашем путешествии через пустыню жизни. Именно так. Мало того, если бы человек мог видеть, он понимал бы, что это все рассказывается о его жизни. Изо дня рождения до дня ухода из этого мира. Назначение этого движения во времени – это воспитание. Воспитание той души, которая приходит, создание различных жизненных ситуаций. И таких ситуаций, мы уже говорили об этом, будут созданы каждой душе 42. Ну, обычно, да, бывают всякие. Это 42 отрезка жизненного пути. И из мира материального 6. Мир духовный 7. 6 и 7 – 42. Тора говорит, кстати, о 42 остановках в пустыне, а следовательно, вояж только 41. Тоже надо учитывать. А почему, никто не знает. Раша объяснял тоже это. Раша объяснял, что остановки считываются как походы. Почему? Потому что это ссылка на Большинтово, что прекращение духовного движения, когда у человека кризис или какая-то сложность, это такое же испытание, как сам путь жизни. И когда человек ощущает себя вот недвижимым, духовно заброшенным, мы на самом деле просто учим урок духовного спуска. Надо просто понимать, что это урок. Он не менее важен, чем подъем, и без этого не обойтись. И так монтировано в нашу жизнь. А следовательно, 6 умножить на 7 – это и будет наше занятие в школе жизни. Мы читаем с вами последний кусочек замечательной книги, 4-й, Бемидбар. И это пограничная точка между странствами в пустыне, да и входом в землю Израиля. Как известно, разные книги Торы соответствуют разным частям человеческого тела, говорила Каббала. Первая книга Брешит – это голова. Голова Торы, понятно почему. Вторая книга Шмот – это что? Руки, рука Всевышнего вытягивает из Египта и так далее. Третья книга Ваекра – это сердце. Смысл нашей работы в мире и тонкости его. И четвертая Бемидбара – это ноги, переходы. Вот поэтому вот так устроен мир. И большую часть вот этой недельной главы составляет повторяющий раз, два перехода по пустыне. Еще раз вернемся к важному вопросу. Тор – это не учебник географии. И речь идет не столько о перемещениях по поверхности, сколько о внутреннем передвижении, сказал нам Балшем. Он говорил нам, что 42 перехода, которые присутствуют в жизни каждого человека, это те ситуации, те уроки, те остановки в пути, которые в течение жизни появятся у любого человека. Обратите внимание, первое предложение этой недельной главы, как режет слух. Вот переходы Израиля с земли египетской. А почему переходы во множественном числе? Первый переход был только. Все остальное – это уже потом. Тоже объясняют нам, что дело в том, что процесс выхода из Египта, он не одномоментно, это жизни может не хватить. Поэтому мы все время выходим из Египта. Первое упоминание, вообще первое путешествие – это выход из Египта какое. А последнее – это переход через Иордан, вход в землю Израиля. И нам объясняют мудрецы, что выход из Египта – это рождение человека в этот мир. А переход из реки Иордан – это уход его через 120 лет, когда ему положено в страну живых. И вот остановки в этих 42 точках, они, кстати, длились некоторые минуты, часы точнее, а в некоторых годами оставались. Так же происходит у нас в жизни, говорят мудрецы. Некоторые уроки мы схватываем на лету, а некоторые нам приходится, повторяю, не доходят, короче. И если человек будет стараться воспринимать вот эти вот скитания по жизни, как возможность научиться, найти что-то новое, и понимать, в какую-то ситуацию упал. Ой, как я, что? Ой, почему это? Да не почему, так спланировано. Так спланировано именно для тебя, именно к тебе, потому что ты уже накуролезил в этой жизни или в прошлой. И сейчас тебе дается возможность все это исправить. Вообще вот само слово «переходы» на иврите, это однокоренное со словом «сиюад» – «помощь». Получается, что сам факт того, что мы попадаем в новые ситуации, является помощью неба. Мы не выбираем с вами, говорят мудрецы, ни начальную, ни конечную точку нашего пути. И промежуточные точки от нас не сильно зависят. Но факт того, что мы можем выбирать свои отношения к этим остановкам пути, понимать их суть, а не плестись как этот, да, зависит только от нас. И сегодня очень все сложно, и поэтому легко бывает только тем, кто ничего не делает, а тем, кто духовно пытается развиваться, им еще сложнее. Надо помнить, что найти свой путь в темноте, а сейчас мы живем точно в темноте, это заслуга больше, чем найти путь свой при ярком-ярком свете солнца. Брахава от слаха.